Прежде чем ты продолжишь просмотр этого видео, предлагаю тебе посетить мой магазин перпетумшоп.ру, где ты сможешь испытать удачу и получить какую-нибудь крутую игру всего лишь за 69 рублей. Заходи, ссылка в описании. Доброго времени суток, уважаемые друзья, меня зовут Перпетум или же Александр, и сегодня я продолжу играть в игру под названием Страна Возможностей, где я начинал играть обычным бомжом, а в итоге смогу захватить весь мир. В общем-то, в прошлой серии я уже устроился на работу дворником, немножко подработал на рынке грузчиком, расклеил пару листовок в метро, и, в общем-то, все у меня хорошо, и я доволен. Но этого, естественно, мало, хотелось бы немного большего. Ну что бы, что бы я мог сделать в этой серии? Давайте посмотрим, что за работа у нас есть. Разнорабочие. Вам нужно иметь телефон, чтобы устроиться на эту работу. Отлично, телефон я могу купить в магазине Техношок. Давай мне сюда телефон. В вашем жилище нет электричества. Вот это уже действительно серьезная проблема. Где мне теперь взять жилище? А, точно, по-моему, в газете. В газете кто-то хотел бомжаре предложить койку в бараке. Давайте возьмем. Вы сняли жилье. Оплата 3 рубля в день. Электроэнергия 0,5 киловатт. Неплохо, неплохо, неплохо. Это отлично. И, собственно, теперь мне осталось лишь накопить немного деньжат на покупку телефона. Поразгружаю я еще, пожалуй, мешки. Подработать. Подработать это всегда хорошо. Подработать это неплохо. Сейчас заработаю копеечку, перекушу и пойду куплю телефон. И тогда я смогу зарабатывать больше, больше, больше денег. И потому что, если я буду зарабатывать мало денег, я не смогу развиваться. Я не смогу создать свой бизнес, купить себе нормальное жилье. И, в общем-то, стать властелином мира я тоже не смогу. А ведь любой бомж должен стать властелином мира. Это повседневно происходит. Всегда. Каждый раз на улицу выхожу, подходят бомжи и говорят, я властелин мира, я властелин мира. Ладно, на самом деле такого не бывает. Просто я говорю ерунду. Такс, у меня 42 рубля. Это уже меня радует. А телефон стоит 34. Отлично, отлично, отлично. И вот я уже начинаю подниматься. Теперь я разнорабочий. Просто зашибись. Такс. Чтобы работать официантом, нужен IQ 90 или выше. Ага. А как поднять IQ? Как поднять свой IQ? Ну, давайте зайдем, купим компьютер. Я не знаю, у меня других вариантов нет. Хотя я сейчас просто от голода умру. Пойду на рынок, съем пару беляшей. Даже шаверму и даже двойную шаверму съем. Чтобы не умереть с голоду. Хм-хм-хм-хм. Ну, у меня пока только, в принципе, один вариант. Это дождаться выходных, подработать немножко грузчиком и как раз накопить денег себе на комп, чтобы я мог устроиться официантом. Пойду пока в метро, порасклеиваю листовки. Бабосики у меня, ой, точнее, жетоны у меня еще есть. Поэтому я могу себе это позволить. Пойти и расклеивать листовки. Почему нет? Хотя у меня неплохая зарплата. 22 рубля в день я зарабатываю. Мог бы обойтись и без расклейки листовок. К тому же за расклейку листовок дают пару рублей, всего лишь 8. 8 – это уже неплохо. Купить жетон и еще немножко расклеить. Или все-таки дождаться уже выходных. Дождусь я лучше, пожалуй, выходных. Уже тут осталось совсем ничего. 24 часа всего лишь. Я два дня поработаю на рынке грузчиком. Я поразгружаю мешки. А вообще, почему здесь нет такой функции, например, украсть то, что ты разгружаешь? Я бы украл это и пошел бы продал и заработал бы какую-нибудь дополнительную копеечку. К тому же я бомж, мне как бы нечего терять. Я не знаю, в общем-то. Хотя воровать плохо, но если ты бомж, ну, я не знаю. Я не знаю. Не буду судить бомжей, потому что все-таки не стоит. Так, ну, неделя пролетела достаточно быстро. И сейчас я смогу два раза разгрузить мешки. Две машины, я полагаю. Я на разгрузку машины трачу, черт возьми, порядка 24 часов. Это действительно очень-очень-очень много. Хотя, смотрите, ребята, если все сейчас пойдет по плану, если все пойдет так, как я задумал, я смогу за выходные разгрузить целых три машины. Хотя нет, три не смогу никак. Три не смогу. Если бы я хотя бы за 23 часа справился, 17 рублей копейки. Если бы я хотя бы за 23 часа справился, это был бы уже другой разговор, но за 23 часа справиться мне не удалось. Не удалось, к сожалению. Поэтому работу свою я закончу только лишь в понедельник, а в понедельник устроиться снова грузчиком уже не получится. Ну, ладно, в любом случае у меня есть работа разнорабочим. Я зарабатываю 25 рубасов в день, но 3 рубля в день у меня забирают за комнату, в которой я живу. Тоже довольно плохо, на самом-то деле. Ладно, когда я устроюсь на работу получше, возможно, я когда-нибудь даже смогу купить себе свою собственную бомжатскую квартиру, бомжатский притон. Так, я покупаю себе компьютер. В вашем жилище слишком мало электроэнергии, снимите квартиру или комнату. Вот оно как, да? Вот оно как. А сколько стоит? 8 рублей в день, черт, это довольно дорого. Ну ладно, у меня нет выбора. 2 киловатта же электроэнергия. Ладно, 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 покупаю компьютер. Вы купили компьютер с процессором 386. Отлично. Так, что мне еще нужно купить компьютеру? Наверное, модем я куплю себе. CD-привод я куплю. Потом, 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 потом. Я куплю себе, естественно, Windows. Недостаточно оперативной памяти. Сколько память стоит? 20 рублей. Довольно дорого. А теперь недостаточно места на диске. Ну, потому что я винчестер не купил. Блин, тут нужно покупать каждую часть компьютера. Черт, я так разорюсь. Не Windows. Отлично. Вы купили Windows 95. IQ плюс 1. Как всякая установленная программа или игра повышает ваш IQ на 1. Неплохо. У меня уже 86 IQ. Вот бы в жизни так было, а? Установил игру, и твой IQ повысился. Ты стал умнее. Сказки, сказки, сказки и мечты. Так, ладно, у меня есть компьютер, и что я могу сделать? Нет видеокарты, ничего не видно. Черт, я даже не могу зайти в свой компьютер. Отстой, беляш. Так, скушал беляши. Придется еще на выходных подработать. Хоть я и не хотел этого делать, но меня вынуждают, потому что денег не хватает. Сколько стоит видеокарта? 30 рубасов. Черт, это дорого. Должен признать, это достаточно дорого. Ладно, куплю. Куплю видеокарту, окей. Окей. Но денег пока нет. Подожду сейчас пару часов, и у меня как раз появятся денежки на видеокарту. Отлично. CJ видеокарта. Так, на рынке. Пятница. Успею зайти в компьютер, посмотреть, что здесь есть. Оба, на интернет. Не удалось подключиться. Купите интернет-карту. Возможность записи отсутствует. Купите CD, CD-RV-привод. Окей, 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 окей. Куплю, куплю, куплю. Кстати, мне еще написал чувак, что когда покупаешь компьютер, можно тоже заниматься бизнесом. Можно, например, купить принтер и нанять людей, которые будут ходить за тебя расклеивать листовки, что довольно тоже приятно. Можно с помощью дисковода продавать болванки с играми, что тоже очень круто. Что ж, попробуем это реализовать, попробуем это сделать. Возможно, что-то и получится. Блин, блин, блин. Я пока говорил, уже наступили выходные. И я чуть не прозевал свою работу. Чуть не упустил возможность заработать лишние денюжки. Это было бы с моей стороны крайне глупо. Глупо и нелепо. Опускать такую возможность сейчас мне вообще нельзя катастрофически. Я, возможно, даже не успею вторую машину начать разгружать. Вот это было бы действительно грустно. Очень грустно. Хотя нет, все-таки воскресенье не успеет закончиться. Я успею разгрузить еще одну машину. Давай, бомжара. Быстрее, 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 быстрее. Так, так. И мешки, 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 мешки. Отлично. Удалось. У меня 45 рубасиков. Нужно купить себе. Хотя видеокарту же я купил. Черт, я уже и забыл, что я ее купил. Видимо, я даже не могу в это поверить, что у меня хватило денег на видеокарту. Это такая радость. Мне просто все распирает в груди. Ну, давай, 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 быстрее, быстрее, братан, быстрее. Сейчас я попробую купить принтер и нанять расклещиков листовок. Было бы довольно круто. Лишние бабосики мне не помешают. Такс. Съем два беляша, пожалуй, и пойду в Техношок, куплю себе принтер. 70 рублей. Вы купили матричный принтер. Теперь вы сможете нанять трех расклещиков листовок. Ха-ха-ха-ха-ха. Отлично, отлично, отлично. Лишние деньги не бывают лишними. Такс, такс, такс. Сейчас наймут трех расклещиков. Интересно, сколько денег они будут мне приносить. Тоже рандомное какое-то число или же определенную сумму. По три рубля в день. Неплохо. Внимание, полиция 10. Сейчас я мог бы еще, в принципе, одного нанять. Но тогда на меня обратит внимание полиция и меня просто закроют или оштрафуют. Это было бы не очень хорошо. Такс, и посмотрим, 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 что еще можно купить. Техношок. Можно, можно, можно. Модель я купил, да? Надо купить себе теперь интернет-карту. Тоже было бы, в принципе, неплохо. Тогда я смогу выходить в интернет, скачивать программы, игры и зарабатывать себе IQ. И смогу устроиться на хорошую работу. Так, отлично, я купил себе карту на 50 часов. Посмотрим, что есть в интернете. На рутрекере. Сапер. Скачаю себе сапера. Он весит мало, поэтому, думаю, скачается быстро и мой IQ сможет довольно быстро повыситься. Неплохо. Возможно, я даже еще и Doom успею скачать. Круто, 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 круто. Несомненно, это очень круто. IQ плюс 1. Doom. А вот на Doom, я не знаю, хватит ли мне часов на Doom или нет. Интернет-часов. У меня осталось всего лишь 28 часов. 27, 26. Нифига себе, как долго скачивается Doom. Он же там весит копейки, 4 мегабайта. Будет прикольно, если у меня просто закончится интернет-карта. И я не успею скачать Doom. А я не успею скачать Doom, интернет закончится, к сожалению. Интересно, можно восстановить загрузку или нет? Было бы классно, если бы можно было. Восстановить загрузку, чтобы я продолжил скачивать именно с этого места. Вас отключили. Отстой. Нужно съесть срочно, срочно, срочно беляш. И поработать, поработать, поработать. Главное не забывать подрабатывать. Главное не забывать подрабатывать. И сейчас я пойду попробую нанять себе еще одного расклещика листовок, чтобы денег у меня было больше, 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 больше денег. Такс. Уже 73 рубля. Прикольно. Сейчас я, наверное, куплю сразу две интернет-карты. Мне сейчас катастрофически важно повысить себе IQ, чтобы устроиться на работу официантом. Странно, что работа официантом требует больше IQ, чем разнорабочие. Действительно очень странно. Так, с два раза успею поработать грузчиком, это меня уже радует. И у меня будет где-то 130 рублей, и я думаю, это было бы неплохо на самом-то деле. Было бы неплохо. На рынке я заработал 172 рубля, но при этом я очень много потратил на еду. Поэтому, в принципе, я работаю на рынке за еду, можно даже так сказать. Как бы тут такое дело. Так оно и есть. Сейчас у меня опять голод увеличивается, я уже хочу есть, нужно поесть. Иначе ничем хорошим это не закончится. Такс. 140 рублей. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Куплю две интернет-карты. Такс. И такс. А теперь пойду скачаю, наконец-таки, этот Doom. Надеюсь, ну, естественно, закачка не восстановилась. Не восстановилась закачка, и меня это не радует, совсем не радует. Отстой. Самый настоящий отстой. Мне нужно сейчас скачать три игры или три программы, и тогда я смогу устроиться на работу официантом. А именно это я и хочу сегодня сделать. Чтобы деньжат у меня было побольше. Чем больше я зарабатываю денег, тем быстрее я развиваюсь, и тем быстрее я смогу стать властелином мира. Если я так медленно буду работать, то никогда в жизни я не смогу захватить весь мир. Никогда. Блин, пока я сидел в интернете, почти ничего не скачалось. А потратилось аж 40 часов. Блин, Doom скачался за 50 часов. И то. За 50 часов он даже не успеет скачаться. Наверное, часа 53. Хотя нет, 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 нет. Успел ровненько за 50 часов практически. Неплохо. Так, что у нас в стиме? А, чтобы использовать стим, нужно IQ90. Отлично, просто отлично. Ладно, не буду пока тратить, тратить, тратить денюжки. Попробую-ка я, попробую-ка я пойти в техношок и купить себе новый дисковод. Буду вкладывать деньги в дисковод, в дисковод. 16-ти скоростной CD-RV стоит 70 рубасов. Дороговато, дороговато. Пятница. О, отлично. Сейчас сработнуть смогу и куплю себе CD-RV дисковод. И, возможно, тогда смогу продавать что-нибудь, продавать. Сборки. Диски с приложениями, которые я скачиваю, собственно, ну, с программами, которые я скачиваю на Rootracker, на стиме. В стиме. Круто-круто. Это пиратство самое настоящее. Хотя на дворе 2000-й год, это нормально. Для наших краев это, я думаю, нормально для 2000-го года. Так что ничего страшного в этом нет. Это сейчас, да, борьба с пиратством, все дела. Тогда было нормально, в принципе. Все были только довольны. Ох, невеселое это занятие разгружать мешки. Совсем уж невеселое. Особенно в игре. Хотя в жизни, наверное, еще не веселее. Но в игре тоже не весело, да. Вы просто сидите, смотрите, как идет полоска. Она бежит, 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 бежит. Проценты увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Но денежки зато прибавляются. Хоть какой-то плюс в этом все-таки есть. Так, может быть, потом стоит попробовать купить клей ПВА. И что это мне даст, я не знаю. Но я попробую купить. Попробую. Хотя денег жалко. Вдруг я просто стану наркоманом, и тогда не смогу захватить мир. Было бы крайне грустно. Крайне грустно. Такс. Пойду я, пожалуй, в метро. Найму еще одного расклейщика. Что-то я про них совсем забыл. Я ж могу троих нанять. Не знаю, почему я забыл. Так, потом можно будет купить прописку. И можно будет купить диплом. Неплохо. Довольно-таки неплохо. Кстати, чтобы нанимать расклейщиков, не нужно иметь жетон. Тоже удобно на самом деле. Такс. Техношок и привод CD-RV. Отлично. Давайте попробуем теперь что-нибудь записать. Для создания диска вам нужно 200 мегабайт софта. Черт. Я думал, сейчас уже все будет у меня хорошо. Ну, давайте купим винчестер. Новый на 280 мегабайт. И купим, пожалуй, пожалуй, модем. Еще один, чтобы больше я мог скачать игр. Ну, и, пожалуй, интернет-карту я куплю. Такс. И пойду, пойду, пойду в интернет. Посмотрим, что я смогу тут скачать. Duke Nukem 3D или Office. Office. Office меньше весит. К тому же мне за него тоже дадут IQ, так что нормально. Интересно, успею я скачать Office до того, как проголодаюсь. Потому что нужно будет сходить все-таки перекусить. Блин, 10 мегабайт скачиваются очень долго. Давайте, ребят, я нажму на паузу, пока они скачиваются. Иначе мы будем ждать долго. Ну вот, ребята, собственно, я скачал себе Office. И я очень сильно проголодался. Поэтому нужно пойти на рынок и купить себе какую-нибудь вкуснючую еду. Например, две шавермы в Пите надо купить. Ну, я их уже купил. И пойду в метро. А, нет, еще внимание полиции все-таки. Внимание полиции есть. Я думал нанять себе еще одного расклещика. Но пока такой возможности, к сожалению, не имею. Ну, в принципе, пока заняться нечем. Я могу пойти купить себе еще одну интернет-карту. И скачать еще одну прогу. Так, 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 так. Пускай это будет Duke Nukem 3D. Опять нажимаю паузу, пока она скачивается. Ну вот, в общем, чуваки, практически скачалась игра Duke Nukem 3D. И у меня сейчас будет IQ 90. И я смогу устроиться на работу официантом. А софта пока не хватает для того, чтобы записать его на диск. Не хватает. Нужно побольше скачивать. Ладно, в любом случае, я могу купить газету и устроиться официантом. Это уже неплохо. Плюс питание два раза в день. Тоже огромный-огромный плюс. Теперь мне не придется тратить деньги на еду. В общем-то, в этой серии я устроился официантом на работу. И это уже прогресс. Это уже хорошо. Я уже зарабатываю много денег. И смогу рано или поздно начать продавать диски. Ну, а на этом, я думаю, можно серию останавливать. С вами был Перпетум или же Александр. И, в общем-то, ребят, до новых встреч. Спасибо большое за просмотр. Продолжайте следить за приключениями Властелина Мира. До новых встреч, друзья. Удачи и пока.